О том, что значит непростая милицейская служба, знает семья Петручек. Пока папа Сергей Иванович находится на службе, мама Наталья занята дома детьми. Сегодня в этом большом и дружном коллективе подрастают трое замечательных ребят, которые, несмотря на юный возраст, уже планируют продолжить папину трудовую династию, надеть форму, погоны и прийти служить. Со службой в погонах моя жизнь началась, и связал я ее в 2005 году. Получается, поехал на первоначальную подготовку в город Могилев, после чего приехал в Брест и по распределению был направлен в полк патрульно-постовой службы, во вторую роту, в третий взвод. Служится хорошо, ждем папу, все время сработаем, переживаем за папу. Ну, растем, девочек растим, сыночка, занимаемся с детьми. У каждой семьи участницы своя история. Кто-то продолжает милицейскую династию, кто-то несет службу в одном управлении, а кто-то просто каждый день ждет дома своего правоохранителя. Беспокоится и переживает, ведь служба у стражей порядка трудная, а порой и опасная. В торжественной обстановке свои заслуженные награды получили семьи-финалисты. Министерство внутренних дел продает особое значение вот этому понятию служба и семья. Они ни в коей мере не разделимы и невозможно достичь определенных должных результатов по служебной, по карьерной лестнице, если нет такой серьезной поддержки в виде семьи, членов семьи. Не обязательно жена, муж, ну и, конечно же, их дети. Вы сегодня видели, что, как я уже говорил, казалось бы, многие сетуют, жалуются, что не хватает времени, не хватает материального содержания. Наши семьи показали, что даже в рамках вот такого напряженного выполнения своих служебных обязанностей, семьи у нас от пяти до двух детей, ну, я думаю, это не предел, и данная ситуация будет еще улучшаться. Победителями конкурса «Семья. Служим вместе» стала семья Игнатюк. Именно она представит Брестскую область на республиканском этапе состязаний. Свой секрет успеха они называют просто. Мы делаем одно общее дело, ведь познакомились Андрей и Виктория в стенах РОВД. Служим вместе с 2007 года. Я пришел служить в 2006 году. Пришла финансовая часть когда-то, что не у Коблинского рода, тоже. Там мы познакомились. Ну, так сложилось. Кроме того, в рамках торжественной церемонии был определен победитель конкурса рисунка. В этом году награда в руках юной художницы Златы Буд. Мне захотелось Брестскую крепость нарисовать, потому что мы с папой любим туда очень ходить, во всякие музеи. Мы изобразили праздник 9 мая. Там много людей на заднем плане с шариками, с флагом. Я хочу продлить свою династию. У меня дедушка был, папа, милиционер. И я знаю, может, мне это дашь что-нибудь в будущем. Продолжилось мероприятие уже в неофициальном формате. За чашкой чая у участников конкурса была возможность познакомиться поближе друг с другом и пообщаться о насущных вопросах. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово».